Добрейшего всем времени суток. Хочу показать оборотную сторону аквариумистики. То есть как происходит чистка, как происходят изменения в аквариуме, как это делается. Чтобы не только была парадная картинка, а то есть вы могли посмотреть, как в аквариуме происходят всякие изменения. На левый аквариум не обращайте внимания. Рассказ будет про правый аквариум. То есть на нем я все и покажу. Это видео старое. Вот так вот аквариум выглядел. То есть смотрите на правый аквариум. По центру у задней стенки у меня там была посажена Людвигия. В итоге она сдавила всю альтернатеру Ренеку Мини, потому что там по центру и альтернатера была посажена. Поэтому мне пришлось Людвигию убирать оттуда. А по левой стороне у меня была посажена гиграфила изменчивая. О, не изменчивая, мраморная. Но так как вода в этом аквариуме прохладная, то есть где-то 20-21 градус, и поэтому гиграфила здесь плохо росла. Я посадил в другой аквариум, где 24 градуса, там она уже хорошо растет. Поэтому я ее убрал и на ее место посадил Людвигию. То есть теперь у меня по правой стороне аквариума растет Людвигия. И отсюда я убрал Бакопу. Бакопа вот по левой стороне растет. Вот это длинное растение. Мне оно вроде нравится, но так растение хорошее, растет хорошо. Но когда она вытягивается до самого верха уже, то есть до поверхности воды, ее приходится обрезать. Вот эти обрезки торчат. Она опять из этого места, где обрезал, еще и лезет. Ну, что-то замучился я с ней, и решил ее вообще просто убрать. То есть она здесь погоду не делает, растет она хорошо. Ну, на ее место я как раз альтернатеру Ренеку Мини рассадил. Но на видео вы сейчас все посмотрите, все это увидите. Видео я ускорил, где происходила чистка аквариума. Ну, чтобы аквариум... Ну, видео было покороче. Стекла я очищу губкой в этих аквариумах. То есть и в том, который был там до этого. То есть чищу я губкой. Аквариум и Деннерли стекло хорошее. Губка хорошо все очищает. Здесь не скребок, не нужен. Единственное, вот пластиковой карточкой я около дна очищу. Потому что там губкой неудобно. Ну, около грунта. А вот пластиковой карточкой можно как раз туда, и вглубь грунта немножко по стеклу пройтись. Потому что там тоже бывает налет или обрастание. Очень удобно. Ну, если аквариум другие какие-то там, другие, где стекло похуже, там я как раз пластиковой карточкой чищу. Либо скребком. Потому что губка там плохо берет. Здесь вот стекло нормальное, здесь губка хорошо все очищается. Чистку я не часто провожу, но там, дай бог, раз в месяц получается. А вот я обрезал альтернатор Ренеку Мини с другого аквариума, с Вобикоса. Просто положил стебельки. Они были без корешков. Вот сейчас уже видно, это где-то за полторы недели корешки вот эти белые отросли. Раньше я просто так прям сажал стеблем. Ну, она что-то плохо принималась, либо листья скидывала. Поэтому я решил сделать все правильно. Сначала положить ее на поверхность воды. Она корешки дала. Вот. А потом я его уже буду сажать в грунт. То есть где-то полторы недели она у меня так на поверхности под светом просто плавала. За это время корешки дала. Ну, глубоко не надо ее прям там в грунт укоренять. Потому что все равно основное питание она из воды берет, альтернатера. Поэтому заглублять ее сильно не надо, как, допустим, такие растения, как криптокорина. Ну, вот я убираю бокоп. Вот видно, как она загибается уже. То есть обрезать ее. Видно это обрезанное место. Из него потом еще растет. То есть как-то... Мне не нравится некрасиво это. Неэстетично. Вот аккуратненько вынимал. Ну, корешки вот беленькие. Все хорошее. В этом месте у меня как раз при запуске шарик я клал глиняный. Поэтому старался вынимать аккуратно. Боялся, что она проросла в этот шарик. И вся глина вылезет. Нет, было нормально. То есть... То есть... Шарик еще где-то на год, наверное, год будет растворяться там в грунте. Ну, здесь сифонка простая. Здесь особенно... Заморать сейчас... Ну, без заморочек. Потому что в Монте-Карлоу здесь почвопокровка, у нее корни длинные. То есть так можно потщательнее посифонить. Это не кубок, где надо аккуратно, чтобы ее не поднять. В Монте-Карлоу, конечно, она сама покрупнее. Корни покрупнее. То есть само растение такое более крупное. Вот тут слева видно вот эти вот стебельки. Вот эти хилые, лысые. Это вот так вот Людвигия задавила альтернатеру. То есть буквально голые стволы, и на макушке только листья остались. Вот здесь тоже видно, вот я сажаю немножко стебли такие загнутые, потому что она так просто в воде болталась, где-то вниз, листьями где-то вверх, то есть к свету тянулась. Непрямой ствол получился. Но сейчас уже она разгибается, к свету тянется. То есть нормально. Здесь где-то 3-4 хороших кустика я таких посадил. Ну и хиленьких тоже тут. Кустика 4, наверное. Я думаю, они примутся. Ну что они примутся, там удалил. Потому что там 3-4 куста должны приняться. Ну буду потом дальше видео снимать про этот аквариум. Как он себя чувствует, как у него тут все в нем происходит. Как растения растут. Еще я в нем свет притенил. В этом аквариуме. У меня светильник Чехирос стоит. Там диммер есть для регулировки света. Он меня стоял на третьей ступени. Такой яркий свет был. Я сейчас поставил на вторую ступень. Потому что растений стало чуть поменьше. На Монте-Корло тоже там много света не надо. То есть это не куба. Куба, конечно, к свету очень требуется. На Монте-Корло нет. Здесь сверху ничего не плавает. В принципе, света достаточно. Поэтому я поставил на вторую ступень. Немножко. Убавил, так скажем, чуть-чуть. По времени так и оставил. Восемь часов. У меня восемь часов. Без дела во всех аквариумах. Свет горит. Восьмичасовой световой день получается. Я здесь бросил роголистник. Но я его, в принципе, на следующий день-то и убрал. Будет видно. Я на следующий день-то покажу. Я вот еще фильтр не мыл. То есть видно, такой он немножко грязноватый. Ну, увидите. Я все тут помыл. Вот щеточкой я швы немножко почистил. Потому что щеткой зубной хорошо швы чистить. Аквариум. Ну, вот такие изменения произошли в аквариуме. То есть так я их сделал. Так и почистил его весь. Вот съемка на следующий день. Аквариум уже. Все вода отфильтровалась. Все устоялось. Вся муть осела. Фильтр уже чистенький. Я его как раз помыл. На следующий день. Ну, чтобы не в день чистки. Рыбам, конечно, да. Тут немножко непривычно. Они привыкли к зарослям. Но ничего. Потому что галактики-то они все любят в зарослях прятаться. Поэтому они мне так не очень нравятся. Но сейчас тут попросторнее. Их все-таки видно. Они вылезают тут. На свет. Вот так уголочки я засадил. Альтернатера и Ренека мини. Она стала там ей попросторнее. Конечно, и светло. Так что, надеюсь, она там хорошо примется. Потому что по центру видно эти лысые стебли. Вот что с ней стало, когда ее давила там Людвигия. То есть, вообще, альтернатеру, я так понял, лучше, конечно, ну, мини особенно. Сажать как-то более-менее отдельно от таких длиннорастущих растений. Потому что они ее прям конкретно дают. У меня в другом аквариуме тоже что-то лимонник придавил. Я так вперемешку посадил. Ее как-то надо отдельно сажать. Таким островком каким-то. Тогда она нормальной кустится. То есть, хорошо растет. Вот такая обратная сторона аквариума мистики. Вот такое обслуживание аквариума. Такая прополка. Не совсем радикальная прям. Радикальная тоже перезапуска аквариума. Да и не такой уж прям большой у меня травник. От аквариума 20 литров всего. В принципе, просто все это сделать быстро. Много времени не занимает. Ну, буквально, наверное, сколько у меня. Ну, наверное, минут 30 или 40 это все заняло. Просто я здесь видео ускорил. Чтобы оно не было сильно длинным. Задавайте вопросы. Если что-то я, может, не рассказал. Может, кому-то что-то еще интересное. Спрашивайте в комментариях. Можете добавляться в чат, в WhatsApp. Ссылка на него есть в шапке канала и в описании канала. Там есть участники этого чата. Там, правда, немного, но ребята общаются. Там и фотографиями можно обмениваться своего аквариума. Также вопросы задавать. Может, не только я. Там еще кто-то подскажет, что я не знаю по каким-то вопросам. Подписывайтесь на канал. Ставьте себе напоминание, чтобы, допустим, вот эти премьеры не пропускать. Их можно смотреть прямо в реальном времени, когда оно выходит на YouTube. Ну и ждите других видео. Я их буду тут выкладывать. И про этот аквариум, и про другие аквариумы. Всем удачи. Всем пока. До наших новых встреч.